Всем привет, друзья! В этом обзоре говорим о, безусловно, лучшем матче последнего тура группового этапа Лиги Чемпионов, в котором произошло, ну, практически все, что могло произойти в поединке, где, походу, меняется власть на поле. Но не произошло главного, до камбэка так и не дотянули. Но перед началом обзора я хотел бы напомнить вам о том, что на сайте генерального партнера моего канала компании MarathonBet продолжает действовать нулевая маржа на целый ряд поединков, в том числе и на матче топовых чемпионатов, например, на завтрашний поединок в АПЛ между Челси и Лидсом, в котором Бьелса попытается продлить неудачную серию Тухеля. Внимательно изучайте условия акции на сайте MarathonBet и убедитесь, что выше коэффициентов не бывает. Друзья, я вам обещал, что в декабре обзоров на канале станет гораздо больше, их действительно становится больше, но я также заметил, что некоторые из этих обзоров просто пролетают мимо вас, потому что выходят все новые, 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 и, возможно, вы что-то пропускаете. Поэтому, если вам действительно интересно смотреть мои обзоры, проверьте, может быть, вы что-то за последнее время пропустили и не посмотрели. Но это только, если вам, конечно, интересно. Ну, а мы начинаем. Итак, матч Аталанты Вильяреала мы сегодня обсуждаем отдельно, по причине того, что в день игры, в запланированный день игры в Бергаму выпал небольшой снег. И очень хорошо, что он не прекратился до начала поединка, потому что если бы он прекратился минут за 20 до начала, то тогда бы поле как-то почистили, и мы бы с вами посмотрели какое-то бодание, а не тот футбол, который был уже на следующий день. И эта игра была же, по сути, второй в последнем туре Лиги Чемпионов, где в лобовой встрече две команды решали, кто же из них попадет в плей-офф Лиги Чемпионов, а кто поедет покорять Лигу Европы. Первым таким матчем была встреча Зальцбурга и Сивилии. Игра была не очень, но вот этот поединок, он, конечно же, был гораздо ярче. И перед его стартом Аталанта была явным фаворитом, потому что, во-первых, у них удачная серия, хорошая форма, они побеждают Ювентус, побеждают Наполи. Во-вторых, они играют дома, ну и в-третьих, Эмери не успешен в Лиге Чемпионов. И команды, на самом деле, были же готовы к таким раллям, потому что Вильяреал не собирался там нестись в высокий прессинг, атаковать большим колесом футболистов. Нет, Вильяреал приехал играть выездной поединок, играть от обороны, здорово перекрывать зоны и ждать свои шансы для контратак, ведь это, по сути, был идеальный сценарий матча, который мог провернуться в Мюнхене. То есть это то, что могло бы помочь Барселоне как-то зацепиться за успех, хотя, безусловно, разница в классе между нынешней Баварией и Барселоной и нынешними Аталантой и Вильяреалом немножечко как бы разнится, потому что нынешняя Барса намного ниже нынешней Баварии от Вильяреал и Аталанта. Это команды, ну, примерно одного уровня. И, как покажет первый тайм, Гасперини еще и промажет составом, потому что у него в перерыве будет две замены. Он уберет Демираля, но здесь, скорее, просто игрок не попал в игру, окей. И он уберет Песину. Вот Песина, вот это человек, который работал откровенно против команды. Эмери практически в ручном режиме будет управлять обороной своей команды в первом тайме. Он будет руками прям показывать, кому, куда сейчас надо переместиться. Хотя, в основном, все сводилось все равно к одной идее. Но я хочу сказать, что пусть Пиоли и Мауриньо посмотрят на игру Вильяреала в этом матче в обороне и поймут, что же с обороной их команд не так, как мне кажется. Эмери обороняется агрессивно против мяча. Это его ключевая идея. Он не просто пытается там как-то ограничить, не ограничить, а защитить и перекрыть свой центральный коридор перед воротами. Нет, он обороняется именно в зоне мяча, и это гораздо эффективнее, чем просто отойти большим количеством футболистов на свою штрафную площадку. Это он сам же на себе и почувствует во втором тайме. Но вот в первом тайме у него все было идеально налажено, и Аталанта за, особенно первый тайм, и практически там даже вообще за весь матч, они получат только несколько именно своих моментов. А в своих это значит, что вскрыты фланги, потом фланговая передача, это как раз-таки то, за счет чего Аталанта забивает большое количество голов, забивало, особенно в прошлом сезоне, много, потому что фланги сразу закрывались. То есть ты, эй, ты, опорник, сюда, быстро, подстраховал защитника, защитник взял этого, а ты, хав крайний, беги за Хатебуром. И вот он так здорово оборонялся в первом тайме. Через фланги они ничего не получили. И, кстати, гол они забьют после того, как агрессивно отберут мяч у Хатебура, которому некуда было развивать атаку по флангу, потому что там был еще Шире Ильичич, которого забрал дополнительный игрок Вильяреала, и Хатебуру пришлось идти в середину. Это как бы далеко не инвертированный вингер, это одноногий абсолютно футболист, его тут же прихлопывают, и вылетает Вильяреал в контратаку. Здесь, кстати, четко видна атакующая структура Аталанта, это 2-3-5, это очень похоже на тот самый великолепный Аталант несколько годичной давности. У Талоя очень агрессивная атакующая позиция, это один из трех центральных защитников, а сзади остаются только два центральных защитника, и в этой ситуации, конечно же, ни в коем случае нельзя ошибаться. Но что же это будет за Аталанта, которая ни разу за матч не получит выход один в один с центра поля? Вот когда это произойдет, то можно будет подумать, что, наверное, у Аталанты поменяли тренера, а у Гасперини риск очень большой, поэтому у них кто угодно. Янг Бойс, Наполи, сейчас Вильяреал, все выбегают один в один с центра поля. Аталанта, как я уже сказал, очень тяжело создавала моменты в первом тайме. Да, стандарт это, конечно же, хорошо, но вот с игры получалось совсем немного. А почему? Почему? Ведь Аталанта всегда насыщает чужую штрафную площадку, поэтому даже по теории вероятности, если ты туда нагрузишь пару-тройку раз, то где-то из чего-то как бы момент и родится. Но, наблюдая за игрой Аталанты в первом тайме, у меня промелькнула мысль, что Гасперини уже реально перегибает, либо же, что, скорее всего, Песина просто не понимал, что вообще происходит на поле, и он как-то бежал туда вперед, бежал. А зачем бежал, непонятно. Вот смотрите, вот она пятерка атакующих футболистов Аталанты, которые отвечают за то, чтобы, собственно, забить мяч в чужие ворота. Песина, безусловно, тоже здесь атакующий футболист, но он должен быть немножечко поглубже, потому что эта пятерка и так вот работает по чужой штрафной площадке. Здесь к Сапати смещается ближе Ильичич, то есть он уже как бы здесь, по сути, вторым центральным нападающим выступает, Хаттебург замыкает дальнюю штангу, и Песина в данной ситуации уже не должен бежать туда в завершение, потому что это особо вам не поможет, вас и так там много. То есть Песина должен атаковать немножечко из глубины, но эта зона абсолютно пустая, потому что Песина побежал туда вперед, и того, что получается, очень активно атакуют чужую штрафную площадку шесть футболистов Аталанты, ну, по большому счету, а они бьют все равно из-за штрафной, потому что нет больше вариантов. Вот вы туда все побежали, а играть больше некому, все только побежали завершать. Поэтому Песина располагался вообще неправильно в первом тайме, он поэтому, собственно, и будет заменен, потому что он все делал неправильно. Либо же, если такая была у него задача от Гасперини, то Гасперини реально перегибает, когда уже бегут завершать все. Но футбол это не только завершение, завершение надо еще подготовить, а готовить это самое завершение в первом тайме Аталанта просто не могла, поэтому нихрена почти не создавала. То есть получается, что в атаке у Аталанты полно футболистов, и они бесполезны, зато в обороне никого. Этот бедный Демираль на себе прочувствовал судьбу Пике в матче против Баварии, потому что он постоянно оказывался один в один на большом пространстве против соперника, и у него еще не пошел отбор. То есть, но отбор Демираля и его ошибки здесь, это как бы его личная история. Окей, он поэтому и сядет на скамейку, но нельзя не отметить тот факт, что Гасперини ну так бросает своих защитников на растерзание, как не бросает ни один другой тренер. Да, у Аталанты была в этом матче проблема с атакой дающего футболиста, я так понимаю, сейчас у многих команд это начало возникать, наверное, потому что близится середина сезона и просто идет такая первая волна усталости, потому что в сентябре, в октябре все нормально прессинговали, сейчас многие команды не прессингуют дающих и потом бегут назад, потом уже спасают родину и так далее. Ну хорошо, была эта проблема у Аталанты, но то, что между центральными защитниками Аталанты разрыв в 30 метров, при том, что все современные команды пытаются достичь показателя 7-10 метров максимум между защитниками, это, конечно, провал. Ну тут, как бы, какие бы у тебя великолепные супер-дефендеры не играли, ни хрена у тебя не получится. Между ними 30 метров, то есть получается, что Аталанта всегда играет в состоянии скрытого выхода один в один на их ворота, потому что, ну, нельзя так один в один оставлять без подстраховки, подстраховка нужна абсолютно всем. Кто-то может подскользнуться, кого-то обыграют, где-то случайно обыграют, все может произойти. Некого подстраховать, вернее, некому подстраховать того же Демираля. Поэтому его, повторюсь, личные ошибки, это как бы его проблема, согласен, но тактически в обороне Аталанта играла отвратительно в первом тайме, в атаке отвратительно, в обороне то же самое. Второй гол Вильяреала, это вот эти постоянные отворачивания от мяча. Вот эти футболисты, которые думают уже о завтрашней фотке в инстаграме, не дай бог, мне сейчас в личико попадет, не дай бог, я отвернусь, поэтому, ну это, конечно, все утрировано, но смотрите, что получается. Вот вся Аталанта прибегает назад в оборону, становится диагонально, все шикарно, заняли позиции, численное преимущество над соперником очевидное, перекрыли все передачи, потому что, я же говорю, диагонально там все, все супер. Что делает Мелли? Подпрыгивает, подпрыгивает, потому что боится мяча или что, потому что, и отворачивается, но никакой силовой передачи не предвидится, потому что эта передача будет делаться после там короткого забегания, явно, что будет что-то там легкое, наброс какой-то, даже набрасывать не надо было. Мелли, Мелли, он действительно, кстати, я даже не знаю, как правильно, Мелли или Мелли, он подпрыгивает, под ним прокатывают, пожалуйста, 2-0. Вот как можно такое допускать в матче Лиги Чемпионов, когда на кону все в этом сезоне? Я не знаю. Заходим в инстаграм Мелли, смотрим, есть ли там новые фоточки, нет, нету фоточек, ничего не выставляет, потому что знает, что стыдно, стыдно, облажался. Как только Наполе обыгрывает, так он уже с поля новую фотку грузит. Гасперин не определил виновников всего плохого, в перерыве поменял Демираль и Песину, но это не решило проблем, потому что на старте второго тайма проблемы в обороне продолжились, потому что да, наконец-то стали дистанции в линии обороны между защитниками вменяемыми, пожалуйста, передачка между линиями, долгое выдергивание на соперника, что позволяет Морено не только принять там мяч между линиями, но и как бы развернуться лицом к поротам Аталанты, это вообще непростительный грех для защитников в Лиге Чемпионов. Вот вам, пожалуйста, пятая минута второго тайма и уже 0-3. Но это Аталанта, это команда, которая 0-3 на самом деле отыгрывала и по-моему даже неоднократно матч против Лацо сразу вспоминается, они могут 3-0 потом упустить, это абсолютно веселая команда, которую нельзя ни раньше хоронить, ни раньше отдавать им победу. Абсолютно веселая команда. Комментатор, кстати, по ходу поединка говорил, что это Аталанта, может всякое произойти, он был абсолютно прав, но, но, я вам скажу честно, что я уже не верил в проход Аталанты, но у меня была абсолютная чуйка, что они сыграют 3-3. 3-3 и вылетят, потому что ну 0-3 уже отыграть, забить 4, ну это как-то слишком много. Они сыграют 3-3 и вылетят. Но, как оказалось, эту игру можно было даже вытащить. Выходит Муриэль, команда идет в ол-ин, и начинается эта бомбардировка, которая должна была на самом деле начинаться с первых минут. Но в первом тайме Аталанта играла в меньшинстве, потому что Песина постоянно играл не в тех зонах, где он должен находиться. Малиновский почти забивает со штрафного, ну а потом Аталанта собственно делает то, что она должна делать в своих домашних поединках, в которых она хочет доминировать, но только доминировать не в тупую и бежать всем в чужую штрафную площадку, а бежать туда разумно, так как они договаривались. Гол Малиновского. Идеально все сработано. Смотрите, вот она эта пятерка Аталанты в атаке. Все на своих местах. Вингеры зашли в середину, латерали на своих местах. И Малиновский, и Фройлер находятся в зоне подбора. У Толой, это же активная его позиция, то есть он ведет мяч, все остальные ждут на своих позициях. Шикарно! Вот она домашняя Аталанта. Почему она так не играла с самого начала, непонятно. Потому что, ну, да, Эмери здорово оборонялся в первом тайме, но все равно они не располагались так. У них всегда был какой-то дефект. Понятно, что этот дефект, эта позиция Песины, потому что, ну, нельзя на таком топовом уровне выпадать хотя бы одному футболисту. Нельзя. Это сразу заметно, сразу начинают шестеренки не проворачиваться. Здесь, будьте любезны, но все равно остается вопрос, почему Гасперини так намудрил составом? Ведь Малиновский и Муриэль это те люди, которые всегда дают команде голы. И голы Аталанте были нужны. Все ожидали, что Аталанта сейчас набьет Вильяреалу. Она пропускает и набьет, но только она будет здесь фаворитом. Она будет вести эту игру. А Гасперини, кроме того, что выпустил Песину, он же вместе с ним выпустил Фройлера и Деруна. То есть, как бы, такой состав, ну, более-менее обороняющийся. Так они же и не оборонялись в первом тайме. Все, Вильяреал уже стал обороняться гораздо хуже. У них усталость, это естественно. Там уже можно было латерали выводить один в один, потому что хавы уже не успевали садиться назад в оборону. Это все было очень долго. Защитника заужал Ильичич. И, пожалуйста, вот выводи один в один, отдавай. Но они не так разыграли эту голевую комбинацию. Они разыграли так, как, собственно, сами пропускали третий мяч. То есть, механизм точно такой же. Передача на Ильичича и защитник очень долго выдергивается на него. Следовательно, Ильичич уже разворачивается лицом к чужим воротам. В Лиге Чемпионов это конец. Все, то есть, Жерар Морено это показал в этом матче, Ильичич показал это в этом матче. То есть, если вы уже не встречаете в прием и дали развернуться, не выдергивайтесь уже никуда. Все, бегите назад. Вы уже облажались, бегите, исправляйте. Но нет, они пытаются исправить это прямо здесь, сейчас, а как бы тут уже это не исправляется. 2-3, 80-ая минута. И Унай Эмри про себя подумал. Я только отошел от 6-1 на Камп Ноу. Да за что же мне это все? Конечно, у Валериала начинается паника. У Валериала стиль обороны числом. Все, уже нет никаких стройных перестроений. Уже никто никуда там не успевает закрывать фланги. Фланги окончательно вскрываются. То, что удачно получалось у Валериала закрывать в первые минуты даже 60, возможно, здесь уже все рухнуло. Все, они в 9 человек приходят в свою штрафную площадку. И это в очередной раз доказывает, что приходите туда хоть в 29 человек. Самое важное то, где и у кого находится мяч. Футбол это игра, как бы, где есть составляющая мяч. Поэтому они там пытались, конечно, обороняться втроем уже против Вильича, чтобы он больше не получал так мячи и не разворачивался лицом к своим воротам. Но тогда они вскрывали фланги. Пожалуйста, там они у Сапата не могли выиграть вверх. Поэтому вот, вот все рухнуло. У Вильяреала рухнуло все. У них вообще все пошло наперекосяк, кроме счета на табло. Счет на табло был все еще в их пользу. Эмори уже, конечно, ничего не мог вменяемого подсказать с Бровки, потому что, ну, когда паника, там уже подсказывает, не подсказывает, уже все равно все идет наперекосяк. А возможно, он там вообще уже падал в обморок, а его приводили в чувство и говорили, они еще не забили, еще нет повторения Компноу, они еще не забили. Но момент на 86-й минуте, когда пробивал в штангу Муриэль, это квинтэссенция вообще всего поединка, это его самый пик, когда весь Вильяреал в своей штрафной площадке и можно было забивать, и там Толой добивает в пустые ворота, но не попадает в них, потому что там на реакции не получилось переправить мяч, в пустые ворота у него офсайда не было. Это 86-я минута. Забивай Аталанта здесь на 86-й, процентов 80 даю на то, что они бы забили 4-й, потому что все, Вильяреал закончился. И закончился он почему? Вот говорят, что домашние животные похожи на своих хозяев. Вот команда Уная Эмери это просто четкое отражение его, потому что когда на него нет колоссального давления, у него все прекрасно получается. Он великолепный специалист, он выиграл столько Еврокубков, то есть тут вопросов в его квалификации нет. Есть вопросы только вот в этом психологической составляющей, потому что когда на него давят, все валится очень быстро, молниеносно просто, быстро. Его поэтому Арсенал как бы переживал и выплюнул, потому что сразу пошло давление, он сразу посыпался. У него не получилось там раскрыться, потому что ему надо очень долго работать спокойно, и только там он за счет этого долгого спокойного периода может выдержать какой-то еще короткий период давления. Потом с ним справиться, и потом снова должен быть спокойный период. Здесь же Аталанта прибивает его за сколько? За минут 20, абсолютно вообще выбивает из него душу, когда вышел Малиновский, Муриэль, выбили душу, все. У Вильяреала была истерика, самая натуральная истерика в концовке поединка, но Гаспери не может винить только сам себя, что он накосячил с составом, что его команда в первом тайме выглядела очень слабо, что разрывы между его защитниками неприлично огромны. Этим он может корить только самого себя. А Унай Эмери по праву является королем Лиги Европы. Почему? Потому что там он играет против команд, во-первых, там он играет не под таким давлением, не под давлением Лиги Чемпионов. И там он играет либо против команд не из топовых чемпионатов, либо против команд из топовых чемпионатов, но они как бы далеко не в лучшей форме, потому что они играют в Лиге Европы, а не в Лиге Чемпионов. И там вот он без такого колоссального давления вообще берет победы. Вот когда он, правда, попадает в финале на Челси в Лиге Европы, видите, уже и нет победы в Лиге Европы. Но в любом случае Вильяреал выходит в 1-8 финала Лиги Чемпионов. И это, ну, как минимум, очень финансово выгодно для этой команды. Поэтому Эмери, по сути, даже задачу на сезон, я думаю, у Вильяреала выполнил. Но любой следующий соперник в Лиге Чемпионов, а поскольку они выходят со второго места, то там почти все, любой соперник из возможных, это наступление истерики у Ная Эмери в определенный момент поединка. Вот кто бы им не попал, ну, там разве что, да, Лиль, конечно, Лиль или... Ну, Аякс сейчас, не знаю, по Аяксу посмотрим, что с ними будет весной, потому что они в чемпионате как бы вне конкуренции. Какими они подойдут к весне, это вопрос. Но вот если не Лиль, то там Бавария, понятно, Манчестер-Сити, вот эти вот все остальные ребята, вот кто бы не попал там на Эмери, дело даже не в том, что они в составе будут сильнее, чем Вильяреал, дело в том, что в один момент Эмери просто сорвется и команда его тоже сорвется. А вот что касается Аталанты, то я говорил, что я не думаю, что Барселона является таким уж фаворитом Лиги Европы. Вот я не думаю. А вот Аталанта, это интересно. Я думаю, что у них как раз-таки задача на Еврокубок будет стоять, если только они не будут всерьез бороться за Скудетто, потому что там итальянцы, конечно, обычно жертвуют. Тот же самый Наполи или Милан раньше в Лиге Европы вот пару сетев назад, они там сильно боролись за эти трофеи. На этом все. Большое спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вам нравится, комментируйте обязательно, но самое главное вы знаете, играйте в футбол. Субтитры сделал DimaTorzok